всем привет господа приветствую на своем канале сегодня у меня xiaomi китаец redmi 5 plus всем известный бренд уже принесли с диагнозом не включается буквально 15 минут назад подключаем к зарядке и как мы сказали он заряжается судя по всему он действительно заряжается на у вас 91 процент зарядка батарея заряжена до 91 процента давайте посмотрим что внутри снимаем sim слот новейшая модель не царапины принесли вас магазина то есть человек покупал и при проверке при проверке телефона не смогли его включить судя по всему его уже разбирали я так думаю потому что мне несут уже в последнюю очередь он вылезший пластик точнее двусторонний скотч походу давайте аккуратно снимем крышку нету следов вроде бы хотя нет вот вижу здесь небольшой скол рамки пластиковой рамки здесь тоже все таки его открывали точно итак продолжим на чем остановились до на рамки рамки вот здесь если видите дату видно что его открывали сейчас мы аккуратно его откроем без следов довольно несложно открывается уже довольно известный бренд и у нас европе в россии на украине знаю их очень много так открываем не думаю что какая-то сложная проблема будет по ходу не работает шлейф либо быть что-то посложнее снимаем крышку на его делали уже вижу системку не трогали потому что стоят пломбы вот он срезанный шлейф то есть тупо проверили кнопку home срезанный двусторонний скотч который придерживает кнопку включения ребята пытались чинить почему не починили понятно так давайте отключим батарею сначала проверим разводим шлейф кажется все элементарно так так землю вижу хотя как-то сомнительно плюс вообще не прозванивается сейчас посмотрю под микроскопом короче здесь все элементарно просто я не знаю кто пытался отремонтировать этот телефон здесь мастер ниже среднего уровня смог бы заметить неисправность удивлен я другому удивлен тому что абсолютно новый телефон короче объясню в чем проблема здесь излом шлейф включения здесь полностью все дорожки практически повреждены это на абсолютно новом телефоне сейчас я постараюсь показать поближе не знаю друзья видно ли вам вот здесь вот вот она полоска чуть выше каптона каптоновой защиты да здесь полоска полностью излом всех дорожек идет здесь вот под микроскопом все отлично видно нужно тупо восстановить дорожки я думаю все дела поставим сейчас перемычки вот и я думаю все включится все заработает так друзья последнюю перемычку ставлю все элементарно просто все этот ролик больше не о том насколько сложно отремонтировать телефон или легко дело не в этом просто я не могу себе представить такой косяк на таких гигантах как apple или galaxy все-таки ничего не хочу сказать про шаоми может быть это и хороший бренд круто он поднимается конечно сейчас все-таки мне кажется они немного недоработаны такие элементарные вещи когда надламывается шлейф включения на неиспользованном телефоне каким способом каким образом вообще сломался непонятно значит медный состав я даже не знаю что сказать то ли шлейфа у них такие заклеиваем кнопку все-таки надрезали и ребят давайте заклеим нормально чтобы она не вылетела я уверен что этот бренд поднимется круто также как и huawei свое время который неприятно было несколько лет назад даже в руки брать сейчас посмотрите да один из лидирующих смартфонов итак о чем я говорил вставляем шлейф я говорил о бренде довольно качественные дисплейные модуля у них красочные дисплеи прям как на самсунгах мне кажется еще годик понадобится китайцам чтобы довести эту модель этот бренд до совершенства но это мое мнение ну это мое мнение давайте проверим думаю все включится все включилось шлейф отремонтирован кстати поспешил она поставить хотя нет нет смысла хотел заклеить его каптоновым скотчем либо залить зеленкой хотя она можно наверно со стороны пайки ух ух а а я не знаю я тебе 20 евро для регуляции пайки а ух доставка если вы Как-то так. 15 минут. 15. Сейчас зеленка схватилась. Шлейф восстановлен, считаю. около 20 евро будет стоить эта работа наверно я так думаю можно можно было конечно заказать новый шлейф ждать две недели пока вам придется ли потому что в продаже сейчас сложновато найти специализированных китайских магазинов которые у нас европе появились их конечно много так на радиорынках которые принадлежат не китайцам найти будет проблематично и ремонт как вы видите на как я уже сказал абсолютно новая модель еще даже не пользованная и такой косяк сразу прям со старта русские не русские очень качественный дисплей конечно все отлично работает кнопка звук кнопки звука все друзья всем спасибо за внимание имейте ввиду я думаю этот ролик был полезен для владельцев таких брендов не пугайтесь если вдруг у вас возникли такие же проблемы аналогичные видите все просто решается главное конечно смартфоне это процессор качественная системная плата всем спасибо за внимание ядов ставьте какие-нибудь пальцы подписывайтесь на канал комментируйте всем спасибо до новых встреч